И сегодня я вам буду рассказывать про хлопковую пряжу Арабис от фабрики Фильпучи Лапшичка Ой, ой-ой-ой, это ж пряжа Может ли быть ленточный хлопок мягким в изделии, который прошел специальную обработку? Шнурочек из тончайшей ниточки Я навязала Вот три наших героя Полотно с пиццами 5 мне нравится К такой пряже надо найти подход Я и не заморачиваюсь Однозначно надо брать Привет Вы на канале Стоквул Меня зовут Волкова Мария И сегодня я вам буду рассказывать про хлопковую пряжу Ну, казалось бы, ну хлопок Ну, чем нас может удивить стопроцентная пряжа? А может, знаете чем? Фактурой Мягкостью и необычностью полотна Ммм, няма-няма, что это у нас тут сегодня? Лапшичка Лапшичка, лапшичка Ой Ой-ой-ой Ё-моё Это ж пряжа Сегодня в нашем обзоре пряжа Арабис Стопроцентный мерсеризованный хлопок от фабрики Фильпуччи Чего же необычного-то в хлопке от фабрики Фильпуччи? Во-первых, это мерсеризованный хлопок Для тех, кто не знает Мерсеризованный – это хлопок, который прошел специальную обработку Волокна были обработаны химическими веществами в специальных условиях давления и температуры Что это дает волокну? Волокна становятся гладкими, блестящими, упругими И изделия из мерсеризованного хлопка становятся блестящие Трапируются, не пеленгуются Служат долго и выглядят как высокий люкс Арабис Стопроцентный хлопок Хлопок Шнурок Плоский Мерсеризованный В бобине довольно тугая намотка И трудно понять, как он будет в полотне Мягкий, жесткий, стоячий или нет Поэтому сейчас мы с вами подробненько разглядим структуру вот этого вот ниточки И будем вязать, и будем стирать, и парить И посмотрим, может ли быть ленточный хлопок мягким в изделии И какие узоры наиболее выигрышно показывают нам фактуру этой пряжи Вот вы видите, что это шнурочек Что он сплетен из тончайшей-тончайшей ниточки Видите, какая тончайшая Вообще существует такой миф, что чем тоньше ниточка, тем тоньше волокно Конечно же, в отношении некоторой пряжи это правда Итак, вот шнурочек плоский Он довольно-таки жесткий в бобине Но пряжа на бобинах вы прекрасно знаете Что она не отпаренная, не ответеошенная И поэтому вся жесткость вот этого шнурочка После первой стирки Может превратиться во что-то удивительное Давайте пробовать Ну вот, я навязала Две колбасы на машине И один ажур руками Машина у меня четвертого класса Самая обычная лкашка 150 Вторая плотность Натяжение нити 1 Хочу сказать, что такой образец Немножечко грубоватый Ну прям, ну не мочалка Но жесткость все-таки присутствует Я решила связать порыхлее Это уже на третьей плотности И для того, чтобы показать фактуру шнурочка Я вязала, значит, 3 петли и одну иглу убирала 3-1 у меня получилась такая ложная резиночка Вот при рыхлом вязании Как раз-таки Вот эта ленточная фактура Видна лучше Да, образец мягче И пластичность выражена больше Чем при плотности 2 Но хочется-то показать вообще Всю красоту ленточной пряжи Поэтому я решила вязать ажуры Таким стандартным узорчиком Смотрите, там где накиды Там нам вообще отлично видно Что это ленточка Я вязала этот образец спицами номер 5 Я считаю, что пятерки Все-таки для этой пряжи великоваты Как сеточка получилась отлично Почему я взяла пятерки? Потому что когда я вяжу ленточный меринос Я рассчитываю на то, что после стирки Пряжица разбухнет и займет свободное место В этой рыхлой петле А сейчас мы с вами проверим Работает ли такой способ вязания Рыхлого вязания На мерсеризованном ленточном хлопке Пошли стирать Ну, со стиркой гребеного ленточного хлопка Я не заморачиваюсь Я просто стираю машинки Обычным стиральным порошком У меня это персил На программе Быстрая стирка 30 минут Если вы хотите Там заморочиться И с душой отнестись к вязанию Спицами К ручному вязанию Вы можете постирать образцы Которые связали руками Вы их тоже можете постирать руками Можете даже хозяйственным мылом Хуже не станет Но запомните, пожалуйста Что механическое воздействие От стирки вручную При каждой ручной стирке Будет разное И если вы постираете вручную образец А потом будете стирать готовое изделие Тоже вручную Тоже таким же мылом Но будете делать другие движения Хочу предупредить Что процент усадки или растяжения При такой ручной стирке Может быть разный Поэтому я и не заморачиваюсь Машинка всегда болтыхает Одинаково Так Ну-ка 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 Подрасправилась Да Тяжелая Вот хлопок мерсеризованный Мокрый Тяжелый Как тряпочка Ну-ка Ну-ка Ну наконец-то Образцы отстирались Высохли Я их все отпарила Что хочу сказать сходу Сходу хочу сказать Что все образцы В длину Подсели Теперь давайте По порядку Разглядывать каждый Итак Вот три наших героя Этот образец я вязала вручную На спицах номер пять Этот образец связан на машине Плотность два Этот образец связан на машине Значит три иглы через одну На плотности три К резюме Сначала естественно посмотрим Что у нас получилось руками Я думала Что эта ленточка Она такая Шнурок приглаженный Разбухнет Ну как сказать Да Она немножечко разбухла Но и подсела Я думала Что у меня ажур будет совсем рыхлый Какой-то вообще непонятный Но хочу сказать Что полотно с спицами пять Мне нравится Для того Чтобы прям стопроцентный идеал получился Я бы вязала спицами четыре с половиной Но хочу отметить Что каждый из вас Вяжет своей плотностью Своими техниками Там Как говорят бабушкины Дедушкины петли Поэтому У каждого в ажурах Может быть своя плотность Вяжите образцы Образец подсел Да Он в ширину остался таким же Он подсел в длину Пластичный Это будет прекрасная вещь На лето Какие-нибудь ажурные Туники на пляж Или ажурная кофточка На жаркое лето Или может быть даже смелый сарафан Так Образец Который я вязала на машине Опять-таки Он подсел в длину Когда я снимала с машины Думала, что Жестковато все-таки Ну хочу сказать Что Сильно мягче Образец не стал Да Это все-таки Мерсеризованный хлопок Ленточка Довольно-таки Плотненькая И если мы этот хлопок Вяжем плотно Будьте готовы к тому Что у нас получится Струящееся Тяжелое полотно Которое будет Красиво драпироваться Петельки Нарочито Неровненькие Да Видите Неровности такие Ну так В этом и вся Идея ленточки Всегда Ленточные пряжи Ложатся Слегка Неровненько Так вот Рустикальненько В этом есть Своя прелесть В общем Этот образец Мне тоже нравится И я бы Из него вязала Уже Драпирующиеся Платья Либо Какие-то Всесезонные Футболки Джемпера И вот Этот последний Образец Третий раз Говорю Что пряжа Подсела После стирочки Образец Сократился В длину Ширину Осталось Все как прежде Я считаю Что Вот этот Ленточный хлопок Арабис Все таки Надо вязать Рыхло Либо в ажурах Давать пряже Показать Свой потенциал В широких петлях Все таки Это ленточка Не надо Туго ее Вязать Надо показать Всю красоту Все то Что задумывали Пряжные дизайнеры И я считаю Что вот эти Два образца Наиболее Выигрышно Раскрывают Нам Пряжу Резюме По пряже Арабис Арабис Производство Фабрики Фильпучи Фильпучи Групп Я очень Уважаю Эту фабрику Давно Работаю С пряжами И Какую бы ни Взяла Любая Будет Хороша Что хочу Сказать про хлопки Хлопки Бывают Разными Во-первых Это относится К разным Хлопковым Волоконам Короткие Длинные Сорта Хлопка Место Происхождения Хлопок Один Не всегда Равен Другому Это во-первых А во-вторых Хлопки Бывают Различные Фактуры И в данном Случае У нас Очень Интересная Фактура Тоненькая Ленточка Что хочу Сказать К такой Пряже Надо Найти Подход Берете Вяжете Несколько Образцов И из них Выбирайте Тот Который Вам Больше Всего Понравился Вот Этот Это Однозначно Будет Какой-нибудь Ажурный Джемпер Или Кардиган Потому Что Именно В ажуре Вся Мягкость Хлопка И Вся Его Драпируемость Собралась Здесь Да Этот Хлопок Тяжелый Арабис И Если Вы Будете Вязать Большое Изделие Оно Будет Довольно Много Весить Но Учтите Что Оно Будет Красиво Не Спадать По вашей Фигуре Под Собственной Тяжестью Поэтому Рассчитывайте Рассчитывайте Количество Пряжи По Образцу И Моя Коронная Фраза Арабис Однозна Однозначно Надо Брать Оставайтесь С нами На канале Стокву С нами Всегда Познавательно И Интересно А Еще Вы Можете Принять Участие В наших Совместных Закупках Пряжи Они Будут Проходить В Италии В Турции И В Монголии Как Принять Участие В наших Закупках Читайте Описание Под Этим Видео Вяжите С удовольствием Вяжите С нами И Оставайтесь С нами Пока